Что такое опрессовка? Это, попросту говоря, проверка головки блока цилиндров на герметичности. То есть мы должны проверить головку на возможные трещины, а значит исключить попадание охлаждающей жидкости из-за этих трещин в цилиндры сгорания, в масло или наоборот попадание газа в рубашку охлаждения. Однако очень часто клиенты, привозя в ремонт головку, задают вопрос, зачем нужна опрессовка, если мотор работал исправно и проблем не наблюдалось. А теперь из опыта скажем, что практически в 30 случаях из 100 мы обнаруживаем те или иные проблемы в головке. Чем они страшны? Вот вроде работает двигатель исправно и все нормально, но во время опрессовки мы вдруг обнаружили микротрещину. Да, она дует едва-едва. И во время работы такого авто эти капли антифриза, которые попадают в цилиндры, сгорают и улетают в трубу по уровню охлаждающей жидкости незаметны. Уровень будет уменьшаться незначительно и мы в течение месяцев его ну никак не увидим. Ну подольем 100 граммов и спишем это на утечку в соединениях или испарениях. И если этой утечкой пока через микротрещину не заняться вовремя, то впоследствии ремонт может быть более масштабным и более дорогой. Ведь если мы не опрессовали и пропустили такую трещину, а затем поставили головку на мотор, мы не сможем даже предположить сколько такая ГБЦ пройдет с этой делькой. Может 20 тысяч, а может и 100 километров. И что в итоге? А в итоге нам нужно будет опять ехать к мотористу, тратить деньги на демонтаж-монтаж, на прокладки, повторный ремонт головки, заварки трещин, которая располагается теперь уже глубже и шире. А ведь ранее можно было одеться минимальной заваркой микротрещин. Плюс потраченное время, плюс опять остаться без колес. Да и нервы придется пощекотать себе. Короче, влет по деньгам, времени и нервам. Хорошо, если это отечественный автомобиль, где ремонт и запчасти относительно дешевый. А если это иномарка? Ведь опрессовка в списке ремонта ГБЦ, я бы сказал, совсем не затратная операция. Ее следует делать в любом случае, даже при незначительном мелком ремонте. И крайне обязательно в случае, если заметно уменьшилось количество охлаждающей жидкости, выделяется пар из выхлопной трубы, повышается уровень масла за счет попадания в масляную магистраль охлаждающей жидкости. Видна пена в расширительном бачке, а также, обращаем ваше внимание, при покупке ГБЦ. Наверное, каждая вторая головка, купленная нашими клиентами, была с дающими трещинами. Как мы проверяем головку? Операция, в общем-то, простая, нетрудоемкая. Закрываются окна рубашки, места подачи и отбора охлаждающей жидкости, места установки датчиков, всевозможные другие каналы. В одно из отверстий подаем воздух под давлением. Здесь вполне хватает 4-6 кг, ведь давление жидкости в рубашке около 1, ну плюс-минус. И опускаем в ванну с водой, нагретой до 65-70 градусов. Проворачиваем головку, пока та не нагрелась, так как есть трещины, которые открыты на холодном двигателе, а на горячем металл нагревается, расширяется и трещина закрывается. После этого даем головке нагреться и осматриваем внимательно уже нагретую головку. Там, где пошли пузырики, там и будет у нас проблема. А на этом все. Пишите комментарии, задавайте вопросы, ответим. Ну и без аварийных вам поездок.